Доброго трямса, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в игрушку RimWorld, а именно аж в сороковую серию нашего прохождения. Я тут, как обычно, хотел немножечко поразвлекаться, да, между сериями покопать, подготовить помещение для строительства нефтянки, потому что в прошлой серии мы ни черта не успели, но... Но тут толпа рапторов, все нам дело испортило, и у нас большие проблемы, у нас как минимум двое наших ребят находятся за пределами нашей базы, и это огромная проблема, ребята, это огромная проблема, потому что, да, потому что не факт, что они вообще успеют. Вот, Джереми, сюда, Гоуст, один из тех, кто бежит, бежишь сюда, давай, бегом. Виз, тоже давай, беги сюда. И нам здесь нужны, по идее, абсолютно все бойцы невидимого фронта, потому что нам надо будет максимальную огневую мощь развить. Так, босс, давай, иди сюда, на всякий случай на пулемет встанешь. Чифецкий. Хотя, давайте лучше мы Чифецкого туда поставим, у тебя снайпа, иди сюда. Док. На гранатометы никого ставить не буду, потому что что-то мне подсказывает, мне сейчас придется... Так, подожди, Арила, ты у нас идешь куда-то? Что ты там подбираешь? Не надо ничего подбирать, надо идти сюда и воевать. Проверяем, чтобы они шли куда надо. Блин, ребята, не успеют, виз не успеет, как пить дать? Просто, как пить дать, виз не успеет. Пока... Ну ладно, хотя бы Гоуст, я надеюсь, успеет, пока виза будут доедать, как бы, Гоуст, возможно, успеет добраться до базы. Да, ребят, тут без вариантов. Тут без вариантов. Гоуст, давай, беги. А че это они не жрут виза-то? Давай, давай. Все, визу конец, короче. Ребята, визу, визу просто конец. Главное, чтобы сейчас еще Гоуста не приговорили тоже. Между делом. Виз прилег. Вопрос в том, насколько его хряпнули. Через 5 часов смерть... Подожди, че те отожрали? Так, ну вроде бы мизинцы и прочую хрень. То есть, на самом деле, не все так страшно. Не все потеряно. Вот эти говнари давайте убирайте, чтобы Гоуст успел. Да, Гоуст успел. Чиф, занимай пулемет на всякий противопожарный. Нам надо максимально быстро убрать этих уродов. И в этом случае мы, возможно, успеем спасти виза. Потому что виз, виз же у нас кто там? Он у нас вроде бы переносчик, да? Там кто он у нас? Переносчик и уборщик. Мы специально его для этого взяли. И еще вроде бы он неплохо стреляет. Давайте, снимайте эти говнари. Быстрее, быстрее. В темпе. У визы осталось не так много времени. Вроде бы все. Спасибо, ребята. Спасибо, все свободны. Не ограничено. И док сразу пойдешь оказать, стабилизировать его на месте. И все вещи на базу. Сколько у тебя осталось времени? Скажи мне, парень. Пять часов. Нормально. Может, ему сразу там почку извлечь. Там вот разрешают вроде бы. Ай, господи. Ну, смотрите. Зато у нас есть много мяса, ребята. Зато у нас есть много мяса. Мне кажется, придется даже палету делать еще одну. Потому что не поместится оно у нас все. Тащите все это дело. Так, погоди. Тебя тоже надо добить. А то ты еще сейчас встанешь и будет неприятно. Вон, гринявый. Молодец. Красавчик. Док, ты издеваешься надо мной? То есть, спасать ты его, конечно же, не будешь. То есть, ты его немножечко так стабилизировала. И досвидос. Красавица вообще. Просто, просто не спастись, красотка. Молодец. Хвалю твою мать. Ну, и здесь. Здесь давайте займемся мы раскопкой. Потому что нам надо сделать довольно-таки большую штуковину. Называется эта штуковина расщепитель сырья из стали. Видите, какого она размера. Эта штука превращает нефть, собственно, в химтопливо. А уже из химтоплива мы получаем все остальное. Следующим, что я хочу сделать. Надо вот этот склад расширить. Потому что здесь мы, соответственно, травушку-муравушку больше не выращиваем. Вот здесь вот у нас было поле. Потому что с травушкой-муравушкой у нас что-то вообще реально дикий перебор. 4800. И еще у нас перебор с молоком, ребята. Давайте-ка мы сделаем еще палеты. Во-первых, одну палету сюда. А вторую палету вот сюда. И, кстати, а что у нас с компонентами? А, компоненты у нас как раз медяху тащили. Для того, чтобы сделать бронзу. И сделать, соответственно, компоненты. Дотащили хоть? Не знаю, дотащили или нет. Да, дотащили. Давайте немножечко поплавим. Игра постоянно, постоянно как бы сбивает тебя, да? То есть, хочешь заниматься нефтью? Хрен тебе. Никакой нефти. Блин, док, ты его хоть вылечила? Вылечила. Слава яйкам. Так. А, слушай, а пальцы и прочее мы пока еще лечить не умеем, да? Как я понимаю. А, залечить царапину правая нога, залечить царапину левая нога. А, подожди. Эта царапина, это немножко не то. То есть, пальцы мы восстанавливать пока не умеем. Как я понимаю. Ладненько. Ладненько. Значит, продолжаем заниматься раскопками. Хотелось бы все-таки запустить производство пластика в этой серии. Очень бы хотелось. Делов вагоничи на самом деле. И я даже не знаю, когда мы будем... О, погоди. Слушай, смотри, сколько ты бронзы наделал. Красавица просто. Теперь можешь сделать компонентов. И будет вообще огонь. Компонентов, механизмов надо будет сделать. Так, отлично. Механизмы сделаны. А теперь компоненты. Так, 19. Подожди, а сколько там у нас стоит механизмов-то? 20-ка, да? То есть, еще одну пачку ты должна будешь сделать, а потом будешь делать компоненты. Кстати, насчет компонентов. Давайте-ка мы повысим количество до сотки. Мне кажется, вот так вот будет лучше. Сделать сразу большой запас компонентов, потому что они нужны все время практически. Поэтому, чем больше мы их сделаем, тем лучше. И больше к этому вопросу не возвращаться. Так, сюда давай. Тетя Ханя, давай переставим вот сюда вот этот светильничек. Потому что мне кажется, что при его наличии... Да, я хотел сказать, что ты будешь быстрее работать, но ты просто вообще взяла и ушла. Я вообще работать не буду, типа. Классно, чем? Так, грузовые контейнеры. Мне опять скажут, почему Гринни не открывает грузовые контейнеры. Ну, не люблю я грузовые контейнеры, потому что это, блин, долбанная лотерея, которая не факт, что даст тебе что-то хорошее, но с гарантией, типа, отнимет стоимость колонии. Нахрен нам это надо? Извините. Ладно, давайте в целях лотереи посмотрим, что у нас есть вот в этих контейнерах. Вот просто-просто так посмотрим, что вот в этих контейнерах есть. Тем более, что они тут у нас прямо перед базой, чтобы не отсвечивали. Сейчас проверим. Ну, я более чем уверен, что, видите, Джереми даже не хочет их открывать. Ладно, пойдем, пойдем, Джереми, откроем. Ну, вот я же сказал, что какое-то говно. Смотрите, тут челюсть бронтозавра Рекса. Бионическая челюсть. Вещь полезная. Ну, вот. И что я вот с этим говном буду делать? Ладно, реликвия Технобога. Это еще куда не шло. Но все остальное-то редкостное говно. Нафиг ненужное. 3029. Ну, вот для АГС-ки, да, есть еще полезная штуковина. Да уж. Грубый жилет из синтеткани. Давайте, во-первых, сразу же запретим то, что мы нашли. Жилет. Жилет из парчи, кстати, тоже запрещаем, потому что он тоже абсолютно донный. Нейротамин. Что-то знакомое. Синтетический прекурсор. Бесполезен сам по себе, но необходим для производства различных препаратов. Так, а это что? А, буфетная униформа. Я думал, что это одежда для этих, для мумий. Из бинтов сделанная. Ну, вот из всего этого только, наверное, бионическая челюсть. Вещь полезная. Но опять, подожди, а куда? Вы не хотите ее вообще на базу отнести? Нет, чисто по приколу. Ядро каменное. Вот ядро каменное я предлагаю вот сюда сложить. Ядро взрывное. Ядро каменное. Ну, вот и куда? Видите, мы открыли, и здесь куча всякого говна. Реально, совершенно ненужного. Из всего этого, вот, наверное, только потрошек немножечко нормальных. 14 на 114. И все. И все. Больше здесь ничего хорошего нету. Зато стоимость колонии даже вот этими сраными ядрами. Ну, ладно, ядрами согласен. Сколько тут? Ну, 194 фигня. Общение. Сыворотка нейротренер. Ну, вот тоже, в принципе, более-менее нужная вещь. Давай посмотрим. Так, док Джереми. Кому из вас поднять? Давайте, может быть, док поднимем еще общение. Хотя. Или Джереми поднять. Потому что дальше там, наверное, не имеет смысла. Давайте лучше Джереми поднимем. Чтобы у нас было двое. Кстати, нейротренеры очень редко выпадают, на самом деле. Реально, очень редко такое бывает. Теплые сапоги. Вот я не знаю, здесь они у нас есть или нет. Давайте посмотрим. Теплые сапоги, да, запрещены, слава богу. Так, что у нас? Общение 14 стало вместо десятки. Хотя вот здесь, в принципе, об этом уже писали. Ну, не знаю, короче, ребят. Вот, на мой взгляд, не сильно полезная хрень. Честно говоря. А вот эти вот все контейнеры. Это бешеная лотерея, на мой взгляд. Давайте переставим вот сюда вот светильничек. И так, тетя Ханя. Я надеюсь, что ты после этого все-таки пошла поработать. А то я уж... Да ты издеваешься, да? Ты реально издеваешься, походу. Давай, давай, работаем. Нам надо все это выкопать. Чем быстрее, тем лучше. Правда, по-моему, один фиг у нас нефтехимия. Так, давай посмотрим. Расщепитель сюда... Да, сюда не поместится. Надо еще, как минимум... Ой, вот так вот это все дело выкапывать. Лучше даже вот так. Ну, иди спи. Ладно, разрешаю. Гриня, а вот ты можешь на ее место прийти и покопать еще. Давайте переставим светильничек еще дальше в эту сторону. Давай, давай, работаем. Вот, все. Теперь можешь идти... Блин, надо продать куда-то щебень. У нас его 24 тысячи! Охренеть! Просто охренеть не встать! Так, еды в огонь... В нище! Вообще в огонь... Просто-просто... Кобздец! Так... Значит, сюда мы ставим молоко. Молоко с максимальным приоритетом. И какое тут мясо-то первосортное? Мне кажется, оно не все не войдет на одну палету, поэтому давайте мы первосортное мясо вот сюда вот с высоким приоритетом. А здесь у нас максимальный приоритет, насколько я помню. Да, здесь максимальный приоритет. Ну-ка, все, пошли. Понесли все это. Бегом! Во, Гринявый пошел заниматься раскопками. Это хорошо. Так, стрелковый азарт у тети Хани. Лучше бы у тебя был азарт по раскопкам. Было бы намного полезнее для нас. Тетя Хани, а ты спишь? Блин, и Гриня пошел под бочок тоже. Услышал о том, что она спит, и решил тоже ей немножко помочь в этом деле. Так, Пончик, а ты знаешь, что антисанитария нифига не способствует получению нормальной еды? Так, Виз у нас отдыхает. Погоди, а кто у нас вообще еще занимается уборкой? Потому что что-то как-то мне не нравится, как у нас тут все засрано. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, а здесь еще даже не перенесли ни черта. Давайте ценные вещи мы сразу перенесем. Остальное пофигу. Когда перенесут, тогда перенесут. Гоуст, с собой захвати, пожалуйста. И остальных рапторов тоже. Блин, надо заниматься уборкой. Давай, убираемся. Блин, блоки откуда-то, камни у нас в холодильнике. Супер вообще. Да, ребят, надо выходить на роботов. На роботов-уборщиков. Роботов-насильников. И так далее. Чтобы они все-таки занимались у нас уборкой базы на постоянке. Потому что пока даже назначенный там... Ну, Виза мы назначили. Да, что толку-то. Так, кстати, насчет Виза. Уборка на двойке стоит. Ну да. Значит, он, в принципе, должен в первую очередь убираться. О, полностью здоров. Сейчас пойдем посмотрим, чем он занимается. Чем ты занимаешься? Ты жрешь, я понял. Нефть все-таки, смотрите, пошел заниматься уборкой. Но мне кажется, одного не хватает. Потому что пончик, вон, засирает комнату значительно быстрее, чем Виза ее убирает. Так, значит, что у нас по поводу нефтедобычи? Влезает ли здесь вся эта хрень? Да, влезает. Только надо, во-первых, переставить вот эту штуку сюда в проход. Во-вторых, давайте мы сразу же сделаем здесь везде природный камушек. Чтобы потом это не переделывать. Далее мы здесь ставим стеночку. Как минимум вот так. И всем этим у нас начинает заниматься грини. Может быть, в этой серии мы хотя бы нефтяночку успеем сделать. Переработку на топливо. Потом еще надо будет сделать переработку получения... Ой, господи, сколько всего надо, ребят. Вы себе представить просто не можете. Так, а что вы жрете здесь, скажите мне? Не понял. А что у нас комбикорм не делают? Грибная настойка, изготовить компост. Давай-ка ты комбикорм, парниша, тоже поделаешь. Сколько там у нас? 450. У нас дофига всего для создания комбикорма. Почему ты его не делаешь? Вот, молодец. Красавчик. Потому что он в очереди стоит очень далеко. Одного повара на все не хватает. Просто банально не хватает рук. Я смотрю, что-то как-то бедняги кормятся-то чем-то не тем. Мягко говоря. Так, 300 есть? Так, я не понял, ты сейчас что сожрал? Злый день. Так. Это ты сейчас уже компост начинаешь делать. Окей. Короче, давайте мы это все отсюда уносим. Здесь у нас еще пока не доделали. Ждем, наверное, пока Грини у нас проснется. Или что? Грини, ты чем занят-то? А, он втыкает на свою статую. Такой. А вот здесь вот надо было как-то получше немножко сделать. Здесь мне не нравится, да? Блин, главное, чтобы Аня не услышала, не подумала, что мне не нравится, как она статуя нарисовала. А то проблемы будут. Так, Гринявый, давай-ка вот эти вот кусочки еще доделай. Вот, красава. Еще немного, еще чуть-чуть. Так, Джереми празднует 45-й день рождения. Главное, чтобы ему сейчас инфаркт какой-нибудь не подарили или еще что-нибудь такое. Ну, на 45-й обычно вроде бы не дарят. А то игра, да, она обычно в качестве подарка четко на день рождения тебе. На тебе, как бы, рахит, деменцию или какую-нибудь такую фигню. Так. Расщепитель. Расщепитель из столюги. Офигеть, сколько всего надо, а? А у нас ничего другого нету? Ладно, пойдем заготавливать ресурсы, наверное, для начала. Стальные слитки. Продолжить. И даже, мне кажется, придется нам поставить здесь хотя бы там 600, пускай будет. Долбануться. Ну, хорошо, хоть у нас все есть, да? То есть у нас есть и древесный уголь. Ребят, я все-таки предпочитаю топить электростанции обычным углем, а не торфом, потому что торф довольно долго добывается. Вот что ни говори, а он добывается дольше, чем обычный уголь и дает меньше, как бы, ресурс... Ну, электричество, выработку, чем обычный уголь. Так что электростанции у нас заправляют обычным угольком. И меня это более чем устраивает. Так, погоди. А что у нас со стальным сплавом? Стальные слитки. Давай-ка на первое место их поставим, пожалуйста. 600 нам надо их сделать. Плюс нам надо будет сделать компонентов сейчас. Соответственно, бронза нам... А, компоненты у нас есть, кстати. Все, 45 есть. Давайте собираем. Собираем эту фигню. Ребята, я в вас верю. Нам очень она нужна. Нам она очень-очень нужна. И нам еще, знаете, что нужно будет? Цистерна. Вот это, хранилище химтоплива. В принципе, она вроде бы сюда влезет. Да? Или все-таки мы не сюда ее будем делать? Нет, давайте все-таки, наверное, наверное, чуть-чуть подкопаем. Как-то мне не нравится, как она тут таким... Стоит по такому направлению. Мы лучше вот так вот вертикально поставим. Так, Чефецкий. Чефецкий пошел делать бронзу. Это тоже правильно. Бронза нам тоже нужна. Правда, он... А, все, нормально, пошел есть. Я боялся, что он будет сейчас до посинения плавить, пока как бы не упадет от голода. Бывает у них такой расклад. Так, ребята, почему вот сюда мясо положили? Ну-ка давай, перенеси его отсюда. Да я сказал только мясо. Ну какого черта, блин? Как мне бесит новая система вот этой вот переноски. Знаете, я раньше думал, как плохо, что как бы они переносят по одному предмету. Теперь я уже так не думаю. Так, к нам пришла толпа папуасов. Принесла нам много луков, кожи и прочего говна, короче, которое нам совершенно не нужно. Ребята, давайте вы просто это все оставите перед дверями и уйдете. В принципе, какая разница? Эффект-то будет тот же самый. Просто фарш будет сейчас. Я думаю, что тут даже броньку одевать не имеет смысла. Хотя обычно, когда так говорят, все заканчивается очень плохо. Так, давай лайка босс, давай на гранатомет вставай. Чефецкий, ты нам тоже здесь пригодишься. Док, давай сюда подтягивайся. Рила, давай за вторую АГС-ку вставай. Ну как-то, как-то вот так, короче. И почему, какого черта здесь у нас все опять не срезано? Не надо мне говорить, сделай здесь болото, сделай здесь соль, сделай здесь песок. Ребята, у меня нет на это времени. Вы видите, что мы постоянно... Блин, не то делаю. Что я постоянно, постоянно чем-то занят. То есть у меня не бездействуют колонисты. У меня нету времени заниматься терраформированием. Терраформирование очень долгое. Когда будет время, тогда сделаем. Так, Джереми у нас пошел с Гринявом заканчивать здесь все. Так, а что это вы повадились с той стороны-то ходить? Алло. Что-то мне не нравится это. Что-то они прям повадились сюда ходить. Ходить из того... А, правильно. Теперь же здесь у нас проход-то один. Ай, да уж. Да твою ж мать. Ну и что это такое? Что это было? Отлично. Да, замечательно. Просто великолепно. А что вы зависли, господа товарищи? Хорошие мои. Так, гос, давай потягивайся сюда. Я думаю, что надо поставить скорость. Игнор. Вторую скорость сразу ставим. Ну, давайте. Вот, молодцы. Да почему по одному-то? Так. Остановить огонь. Не надо. Вот теперь давай. Вот теперь давай. Да что ж такое-то? Хитрозадые ублюдки. Они что-то знают. Они совершенно точно что-то знают. Ох, хорошо зашло. Душевно. Так, Рила. Мне не нравится, как ты стреляешь. Давай вот сюда. Вот по этому лежачему телу стреляй. Вот красава. Красава. Отлично зашло. Просто великолепно. А вот с лука не надо стрелять. Не надо стрелять с лука. Это плохая тема. Да что ж вы, блин, такие непонятливые-то. Я ж сказал, не надо с лука стрелять. Это для вас плохо закончится. Так, Чефецкий, давай подтягивайся сюда. Док тоже давай поближе куда-нибудь сюда вставай. Нифига себе, что это было. Рила, в тебя попали что ли? Ну да, у тебя уже давно нет глазок. У нас вообще колония одноглазых бандитов, короче. Так, сюда потом. В центр, в центр лупи. Вот это душевно. Вот это замечательно. Вот это потрясающе. Хорошо зашло. Все, ребята. Всем спасибо. Все свободны. Так, Рози что-то куда-то попали, по всей видимости. Дротик, да? То есть сейчас ты у нас еще наберешь яда, скорее всего. Станет ядовитой девушкой. И будет всем на мозг давить. Все, ребята. Всем спасибо. Все свободны. Я думаю, что будем ли мы кого-то набирать. Сейчас посмотрим. Вообще, теоретически, здесь должно быть довольно много не сильно раненых. Да, вот без рук, без ног. Отлично, что? Не сильно раненый. Два часа. Что-то как-то, что-то как-то насчет... О, домосед стойкий. И вдобавок еще и стрелок. Два часа. Отлично. Просто фаршмак какой-то. Неторопливость. Нет, неторопливость нам не подходит вообще. Аккуратный стрелок, необычайная стойкость. Но я думаю, что здесь тоже два часа. И сова вдобавок. Три часа. Не, смотри-ка, этот дольше живет. Один час. Супер вообще. Этот, четыре часа, но, правда, весь в салат как бы. Но при этом, да. И самоуверенный говнюк. Добавок. Погоди. Кого-то я тут видел. Мне прямо он понравился. Вера в зеленую сущность. Смотрите. Домосед. Погоди, погоди, погоди. Кого-то я тут видел. Мне прямо реально понравился персонажа. Так, дальний бой. Стойкость. Два часа. Два часа это не приговор, в принципе. Страсть к химии. Нет. Это, это нахрен. Вот этого, Сайо. Смотрите. Дальний бой. Троечка. С двумя галками. Как уборщика вполне, почему бы нет. Док, ты далеко сейчас? Давай попробуем стабилизировать этого балбеса. Точнее, балбеску. Стабилизировать и спасти. Если сейчас он останется жив, то под этой серией вы можете, в принципе, уже писать историю данного персонажа. Я думаю, что он останется жив. Док, а если ты его еще захватишь и спасешь, то он вообще гарантированно, практически гарантированно останется жив. Ну, а этих балбесов мы всех опускаем на мясо. Мясо комбинат имени зеленой сущности. Так, а ты что за хрен? Сгори. Психическая устойчивость. Аккуратный стрелок. Ленность. Общая скорость работы минус 20%. До свидания. Ленивых балбесов я не перевариваю. Я, знаете, здесь одного ленивого балбеса вполне хватит. Все, тащите все на базу, будем перерабатывать. Так, док. Блин, а почему вы ей щит оставили? Скажите мне, пожалуйста. Вы что, идиоты? Вот балбесы. Так, давайте ослаблять сопротивление. Вина доказана, можно казнить, в принципе. Интересно, а почему, если вот вина доказана, казнить можно, а органы вырезать нельзя? Почему так-то? Как-то нечестно это все. Блин, офигеть, Джереми, маньяк просто. Охренеть, не встать просто. Жестокий товарищ. Вот посмотрите, с каким остервенением он их резал. Резал, 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 резал. О, подождите, у нас рис. Ребята, у нас рис. Хей. Не получилось собрать, слышь? Ты давай еще мне засри весь рис. Надо бы сразу семена, кстати, сделать. И, да, семена мы сразу делаем. Отлично. 39, как-то маловасто. И нам надо сделать сразу же здесь какую-то палету. Так, а это под что палету? Это под фрукты под разные, да? Как я понимаю. Давайте сделаем палету, наверное, вот с этой стороны. Поддончик. Вот так сюда поставим. Гринька, вперед. Работать. Так, коровка, уважаемая. Вы не хотите комбикормом с вами питаться, а не выжрать вот отсюда что-то. Значит, вот здесь вот мы на складе ставим максимальный приоритет и рис. Рис и рис. А что у нас, не все выросло, что ли? Что-то где-то выросло, а что-то где-то не выросло. Я понял вас. 87. На семена как раз, я думаю. Так, ограничения мы всем сняли. Эту штукенцию мы с вами достроили. Повар чего? Пауэр мод. Не подключено к сети. А что такое 3 из 8? Это что значит? Потребляемая мощность 100. Что-то ему явно не нравится. Ну ок. Значит, давайте здесь мы сейчас электричество проложим. Не знаю, что такое пауэр мод. Уменьшение мощности, увеличение мощности. А, во, понятно. То есть это скорость, как я понимаю, переработки и, соответственно, потребление электричества меняться будет. Кстати, классно придумано. Очень классно. Теперь нас интересует еще вот эта штука. Давай из бронзы, наверное, сделаем трубу. Соединим нефтяную цистерну с системой переработки. Дальше что? Дальше мы вот здесь вот поставим мраморок. Ну что, нормально у нас нефтяночка получается уже практически готова. Мне писали, вот, там Шмидт уже это сделал, блин, там каком-то там на 100 каком-то часу. Ну что, ребята, я никуда не тороплюсь. Я хочу, чтобы у меня была аккуратная база. Я играю в удовольствие. Я никуда не гонюсь и гнаться не собираюсь. Так, а нафига? Вот, блин, камень нафига здесь постоянно падает? Я понять не могу. Мне нужно только железо отсюда, пожалуйста. Все остальное нафиг. Так, здесь у нас минус. То есть нам надо будет делать еще одну электростанцию, наверное. Не вытягивает у нас. Ну, как бы наша система не вытягивает. В принципе, когда мы сделаем топливо, можно сделать на химтопливе. Так, давай, столюги. Интересно, она как бахает? Сильно? Это цистерна. Я так это просто... На случай стрима, как бы, если там будем все это делать. Ой, да. И, значит, здесь нам, как я понимаю, надо будет вот так вот сделать еще. Работаешь? Ну, что-то как-то... Подожди. Расщепитель сырья. Ты вообще работаешь или нет? А как понять? Пытается он работать или не пытается? Ага, погоди. Вот здесь вот, наверное, надо... Нет. Или же там надо вообще строить... Там же есть еще такая штука, как помпа. Что-то мне подсказывает, что это не все. Что надо, наверное, сделать еще вот такую... Подожди, помпу. Закачивайте и выкачивайте топливо по необходимости. Насос химтоплива и стали, сифон химтоплива. Блин, хрен поймешь. Ну, ладно, давайте мы сейчас сделаем цистерну, посмотрим. Что-то мне подсказывает, что я что-то где-то забыл. Джереми, давай. Покажи нам класс. Так. Молочко вы не хотите вот отсюда убрать? Чисто по приколу. Освободите пространство. Господа хорошие. Блин, надо освободить пространство. Пончик. Перенеси молоко. Вот. Теперь можно... Как бы... Вот, рис теперь можно класть туда. Так. Нифига. Короче. Короче говоря. Значит, надо как-то по-другому все это реализовывать. Тренировать хранилище. Видимо, нужна действительно помпа или что-то типа того. Здесь, как я понимаю, ничего, никаких настроек нету, да? Так. Во, подожди. Пошла работа. Или нет? Пошла работа? Да. То есть, никакие помпы не нужны. Надо было мощность. А, подожди. А если мы ее понизим немножко? А что происходит? То есть, стремяты... Не, работает. Работает. 3600. Охренеть! Да уж, ребята. Обратили в нее? По-моему, вот эта цистерна как-то поменьше, чем вот эта. А обе на 10 тысяч литров. Да, ребята. Нам надо совершенно точно делать электростанцию новую. И мне вот, знаете, что интересно? Конвекционка на химтопливе. Ее надо будет тоже подключать к трубопроводу, как я понимаю, да? Так, электростанция на топливе. Генератор на химтопливе. Большая электростанция на топливе. Нет, давайте мы пока просто вот угольную еще одну поставим. И как бы и нормально. Из столюги давай. Воткнем. Ну что, ребят, мы сделали нефтяночку. Мы сделали нефтяночку. Но это еще не все, ребята. Это еще не все. Надо продолжать. Надо хотя бы выйти на пластик. Для того, чтобы выйти на пластик, нам надо будет поставить еще одну приблуду. В любом случае, нам надо будет здесь покопать. Так, а что, все, что ли? Алло. А что такое? Я вот понять не могу. Почему она останавливается? Нефти в нефтепроводе в хранилище дофига. Почему она берет и останавливается? От чего это зависит? Ну, допустим, мы увеличиваем мощность. Ни хрена не понятно. Солнечная вспышка. Ну, теперь понятно, ладно. Солнечная вспышка. Она почувствовала заранее. Я понял. Ой, блин. Вот отстой. Так, Луки. Ну, будет чем заняться. Будет чем заняться. Можно потихонечку, полигонечку здесь заняться выкапыванием. Готовить помещение. Также нам надо будет где-то вот здесь вот сделать помещение под оружейку. Потому что, ну, вот это не оружейка. Это недоразумение. Надо все это сделать более серьезно. Но это все будет уже, наверное, в следующих сериях. Так, с оборонкой надо что-то придумать. Вы знаете, мне совершенно не нравится, что они все-таки вот здесь вот у нас бегают. Надо как-то с этим бороться. А еще надо бороться с телами. А то у нас будет какая-нибудь эпидемия. Кстати, слава богу, Скай не реализовал механик всяких там эпидемий. А то, прикиньте, так вот трупы лежат. И все, как с детства. Там сутки пролежали. И заболевание. Как это исторически было? Ну, конечно, не за сутки-то это происходило исторически. Но в любом случае могло произойти. Так, знаете что? Давайте-ка мы здесь застроим немножечко. У нас есть дофига мрамора. Давайте мы вот так вот застроим это дело. И тут еще можно грибочки кое-какие собрать. Блин, жуки прибежали какие-то нелепые. Блин, не понимаю, как эта штука работает. Реально не понимаю. Совершенно. Почему она то включается, то выключается? Непонятно. От чего это зависит? От количества энергии. Но здесь вроде бы нету такого понятия, как запас мощности. Да, то есть здесь запас мощности аккумулированно. Это не в ней. Это у нас в аккумуляторах, собственно. Да? Да. То есть непонятно. Вот почему она сейчас не работает? Заработала. Зашибись. Как определять? То есть теперь ты работаешь. Теперь у нас идет здесь топливо. Все замечательно. Все отлично. Нет, вообще, конечно, нефтянка мне очень нравится. То есть сама система вот эта сделана классно. Действительно интересно. Целое производство добавили. То есть это классно. Очень классно. Но чуть-чуть бы больше прозрачности в том, как это все дело работает. Вот хотелось бы. Давайте здесь по топливу. А по топливу здесь у нас сейчас, как я понимаю, как раз... Подожди. Это же торф? Ну-ка. Кто мне там что говорил про температурку-то? Так. А что вообще происходит, скажите мне, пожалуйста? Почему тысяча... А, тысяча пятьсот. Так. А здесь у нас, соответственно, тысяча двести. Это вот я торфа немножко собрал. Нет, ребят. Давайте-ка мы будем лучше топить. По крайней мере, пока мы будем топить обычным углем. У нас его достаточно. Вот. И таким образом мы будем вырабатывать несколько больше электричества. То есть температура у него горения, вы видели, меньше, чем у обычного угля. Так. Вот. Две тысячи пятьсот у нас на обычном угле пошло. Так. А здесь у нас железная руда. Ну, в принципе, отлично. То, что доктор прописал. Что у нас, кстати, по железной руде вообще? Семьсот восемьдесят. Маловато. Хотелось бы, честно говоря, побольше. Значит, надо будет осваивать какие-то другие месторождения. Либо надо осваивать торговцев. Найди на сокровище. Что там нам опять бабла подарили, да? Господи, что ты на себе... Виз. Ну да. Уборщика очень сложная и скучная жизнь. Поэтому он решил. Господи. Кошмар вообще. Лечить колотую рану, кстати. Смотрите, мы можем ему вылечить кое-что. Так, сейчас посмотрим. Эта штука, по-моему, дает боль. Да? Два процента боли. Ну, давай попробуем. Хотя, честно говоря... Главное, чтобы ему ногу сейчас не отрезали нафиг. Такое вполне может быть. Допускаю вполне. Нет, смотри, все нормально. Все нормально. Хоть что-то мы вылечили товарищу. А то уборщику бегать-то надо много. А бегать-то он не может. Ну, точнее, может, но не очень быстро. Так, а что ты здесь делаешь, кстати? А, я понял. Я понял. Эта штука работает тогда, короче, когда за нее встает какой-нибудь балбес. Вот, смотрите. А, подожди. Она и так работала. Нет? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Аналогично. Короче говоря, с нефтянкой мы практически разобрались. Единственное, что надо теперь сделать еще, переработку. Получение полимеров. Так, у нас есть целых 700. Что? Че? Че? А, понятно. А у нас были гости. Я как-то даже это пропустил. Потрясающе. В общем, да. Нам надо сделать хотя бы полимерчики. И тогда мы сможем делать пластик. А если еще сделаем синтетическое что-то там, то будет вообще замечательно. Так, нефтяночку, какую-никакую, мы с вами сделали. Я предлагаю еще ниже прокапываться. И где-то здесь как раз ставить вот эту переработку, чтобы не таскать трубопроводы. Мы все это делаем через всю базу. Прямо здесь все это и будем развивать. Только, Гринни, мне кажется, что надо сюда поставить еще освещение. Как ты считаешь? Начальника! Как скажешь начальника? Да-да-да. Примерно так. Так, давай, тащи. Так, рис у нас имеется. Здесь у нас пауза. Отлично, ребят. Значит, мы с вами можем делать уже... Так, не шикарное, но... Подожди. Вкусное блюдо мы теоретически должны... Вот оно, да? Вкусное блюдо. Теоретически мы его можем делать. Ну вот, давайте тогда на паузу поставим жареное. Так, подожди. Простой у нас нафиг нам теперь не нужно. Повторять до... Давайте посмотрим. Наверное, где-нибудь до 60. Мясо и растительное происхождение. То бишь, рис вполне себе покатит. Так. Вкусное блюдо. Бросать на пол или не бросать на пол? Вот в чем вопрос. Ладно, фиг с ним. Пончик, давай. Готовить. Сейчас проверим. Есть ли у нас... Да, ребята, у нас есть теперь вкусные блюда. Отлично. Превосходные. Главное, что мы теперь значительно меньше будем тратить, наверное, или нет. Незначительно, на самом деле. 8, по-моему, кусков мяса у нас идет на жареное. Да. Но зато у него, по-моему, питательность намного больше. Сейчас посмотрим. Питательность 0,9. А у жареного мяса питательность 0,7. На самом деле, не сильно-то и меньше. М-да. Ну что, если вам понравилась эта серия, то обязательно ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Заходите ко мне в дискорд, на стримы. Везде буду рад вас видеть. Ну, а с вами был Гринни. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова